Всем привет, с вами Джамбл Макс и в этот раз я расскажу вам о подробностях нового Xbox Series X, которыми с нами поделился Фил Спенсер. И как всегда, перед началом ролика попрошу поддержать видосик лайком и подпиской, чтобы канал об Xbox сделать чуть больше. Спасибо вам и давайте начнем. А начнем мы с того, что 1 апреля вышел подкаст на канале Unlocked с Филом Спенсером, который рассказал нам о том, как идут дела с новым Xbox. Сам подкаст вышел на час, но я хотел бы с вами обсудить только самые важные и интересные вопросы. И первым вопросом становится вопрос о коронавирусе и о новом Xbox. Если кто-то думал, что Xbox Series X немного задержится с выходом из-за коронавируса, то по словам Филом, пока нет весомой причины для этого события. То есть, несмотря на всеобщую мировую ситуацию, выход нового Xbox пока идет по плану. Но в то же время, никто не гарантирует, что что-то может измениться. По информации, коронавирус больше влияет не на производство железа, а на студии, которые делают игры. Ведь тот же Minecraft и Westland 3, к сожалению, уже перенесли. В случае, если какая-нибудь игра от Xbox Game Studio также сдвинется, мы тоже об этом узнаем. Многих также волновал вопрос, а выйдет ли в срок Halo Infinite на Xbox One и Windows 10, если в запланированное время не выйдет Xbox Series X. В данном случае, Фил не смог дать точного ответа, но делая вывод с данного вопроса, могу с уверенностью сказать, что Halo Infinite и Xbox Series X очень тесно связаны. И без выхода нового Xbox, возможно, что Halo все-таки задержится. По словам Фила, Xbox находится в выигрышной позиции и, в принципе, ответы на некоторые вопросы это подтверждают. С подкаста стало известно, что стоимость Xbox должна будет соответствовать ожиданиям фанатов. То есть, скорее всего, цена не будет некой неожиданностью для всех. И стало известно то, что в данный момент Xbox имеет в своем запасе очень сильную игровую линейку. И новых эксклюзивных игр настолько много, что в любом мероприятии, посвященном Xbox Game Studio, майки могут без проблем сделать анонс. Но опять же, по словам Фила, богатая линейка в самом начале не так важна, как выпуск эксклюзивов в течение всего срока актуальности новой консоли. И с этих слов становится понятно, что в начале существования нового Xbox мы вряд ли увидим огромный список экзов. Они будут выходить постепенно. Также, что касаемо экзов, майки извлекли очень большой опыт в ситуации с Fable Legends и с Скеллбаундом. И теперь же майки вряд ли будут анонсить игру, когда она толком еще не готова. Кстати, Скеллбаунд Фил сказал, что его возвращение маловероятно. И да, напишите в комментариях, как вы думаете на этот отчет, нужно ли возвращать эту игру или нет. В подкасте с Филом прозвучало еще то, что для него самое главное выпустить хорошую игру. И неважно, будет ли она совершенно новым проектом или же уже частью существующей франшизы. И что-то мне уж очень кажется, что это был некий намек на новую часть Fable. И еще помимо этого стало известно, что стоимость Xbox Series X объявят летом, и тогда собственно откроется предзаказ на эту консоль. И то, что все следующие новости касаемо нового Xbox будут направлены на игры и сервисы, поскольку о железе мы уже знаем достаточно. Также Фил в подкасте немного вспомнил и про xCloud, который позволяет играть в игры от Xbox на мобильном телефоне. Самым странным местом, где Фил использовал Project xCloud был автобус. Запускал он там Crackdown 3, но ему не особо удалось нормально поиграть. По его словам, разработчики xCloud хотят сделать как можно больше игр, доступных за меньший срок, ну а также сократить задержку. И Фил все еще придерживается позиции, что xCloud не заменит локальные игры, а лишь дополнит их. Это пожалуй вся важная и интересная информация касаемо нового Xbox, которая была в подкасте. Да, конечно символично, что Фил всем этим поделился с нами 1 апреля, но не думаю, что он все-таки насчет всего этого пошутил. Теперь же я с вами поделюсь своими мыслями насчет всего этого. С данного подкаста мне лично стало понятно, что помимо Terraflops и железок, майки к счастью не забыли про самое главное, а именно про игры. Это если честно очень радует, поскольку Terraflops игрокам мало что дадут. А вот что касаемо самих игр, я бы пока тоже не прыгал от счастья, поскольку ни одного проекта все еще не показали. И что вообще разрабатывается пока никто не знает. А хотя нет, показали. Знакомьтесь, это пока один из первых эксклюзивов Xbox, который будет идти в 4К и 120 фпс. Если что, это не рофл, а просто инди-проект, который анонсирован только для нового Xbox. Поэтому, несмотря на то, что экзов много, это пока не значит, что абсолютно все они будут уровня того же Gears of War. И ребят, 99% среди этих всех тайтлов есть мини-проекты по типу Ori, Battletoads и тому подобных игр. Это нисколько неплохо, ибо на днях я прошел ту же самую Ori, получил от нее просто море эмоций и капец как от нее кайфанул. И на мой взгляд, все-таки такие игры имеют право на существование, но главное, чтобы они хорошо были оптимизированы. Поскольку та же Ori, лично у меня, капец как лагала. Также я очень рад намекам на новую Fable, поскольку это весьма клевая франшиза. Единственное, я пока не представляю, как они ее приобретят для нового поколения консолей. Но тут остается только лишь ждать. То, что она все-таки будет, у меня нет никаких сомнений по этому поводу, поскольку слухи ходят уже давно. Что касаемо цены и выпуска нового Xbox. Тут опять же радостные новости, но опять же, никто не гарантирует, что все идет в срок, что все будет по плану. И нужно учитывать, что иногда все резко может поменяться. Поэтому, если Xbox Series X все-таки выйдет, как планировалось, это еще не значит, что он выйдет в России со всем миром. Также в России, к сожалению, ценник будет весьма весомый, поскольку курс для нас не очень радостный. И сейчас же многие фанаты намекают на цену 500-600 долларов. И в нашем случае нужно надеяться, что новый Xbox будет стоить в районе 50 или 60 тысяч рублей. Хотя, знаете, я уж сильно что-то надеюсь на сказку. Немного расстроилось, что вроде как и не было информации по поводу нового VR или Kinect. Как по мне, да, гаджеты не такие нужны, но их наличие в любом случае пойдет в пользу. Поскольку в данный момент я лично смотрю на игры VR-шлема для ПК, и, ребят, там настолько много всяких прикольных игр, что капец. И дав возможность поиграть в такие игры на консоли, лично я был бы счастлив. Ну, поскольку это реально клево и дает новый экспериенс. Также, если взглянуть на новости из нашей группы ВКонтакте, кстати, советую подписаться, поскольку там выходят практически все актуальные новости касаемого нового Xbox, ссылка будет в описании. Можем сделать вывод, что игры Xbox, скорее всего, будут продолжать тенденцию игры Xbox One. То есть, по большему счету, игры будут не на один раз и, скорее всего, будут поддерживать мультиплеер. Что касаемо сравнения с PlayStation 5, то Xbox, по моему мнению, позиционируется куда лучше, чем его конкурент. И в данном вопросе, если Фил и его команда здраво посмотрели на просьбы фанатов, на прошлый опыт, то в девятом поколении мы можем получить, что Xbox Series X будет лучше PlayStation 5. Из-за пассивности Sony, Xbox явно сейчас лидирует и недавняя презентация о той же Sony также сыграла майком на руку. Поскольку многие игроки просто недопоняли Sony по поводу того, что презентация предназначалась для разрабов, а не для потребителей, и в итоге просто ее обосрали. В данном же случае майки большие молодцы, что они больше обращены в последнее время к игрокам, а не к разработчикам. Единственное, чем может переиграть Sony, по моему мнению, так это ценой и привлекательными экзами. Но если вдруг кто-то не знал, то Sony по сути практически израсходовал свой запас крутых франшиз. И каких-то невероятных крутых проектов у них вроде как в ближайшее время, ну кроме конечно же Ластафаса, не планируется. В то время, пока майки готовят нереальную кучу проектов. Цена в последнее время становится тоже весьма весомым фактором, поскольку в данный момент много кто сидит без работы, и приобрести новую консоль с таким курсом, скорее всего, мало кто сможет себе позволить. Но не знаю как вы, но в данном моменте я все же склоняюсь к тому, что Xbox будет топовой консолью среди геймеров. На самом деле, мне кажется, это уже давно, поскольку майки с каждым годом набирают обороты. Просто вспоминая их провал с первой презентации Xbox One и нынешние отношения игроков к консоли, в силу можно выразить огромный респект. Да, казалось бы, это были кардинальные и глупые решения по типу слива экзов, но так или иначе, это повлияло положительно на общую ситуацию с Xbox в целом. Единственное, при всем при этом, все-таки не нужно списывать PlayStation 5 со счетов, поскольку о ней мы вообще ничего не знаем, кроме быстрого SSD-шника. Но опять же, друзья, остается лишь чуть-чуть потерпеть и дождаться масштабной презентации двух игровых консолей нового поколения. И тогда, собственно, мы обо всем и узнаем. А как вы думаете на этот счет, какая консоль игрокам зайдет больше? Пишите свое мнение, а также не забывайте кликать на опрос, который появится сверху справа. Да, по факту обе консоли будут хороши, но пока интересно было бы узнать, какая консоль будет просто лидировать по симпатиям. На этом у меня в принципе все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, не забывайте подписываться на стрим-канал, на котором мы играем в различные игры. И если что, стримы на этом канале чаще всего идут по вторникам, четвергам и субботам. Короче, ссылка будет в описании. И всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok